Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как научиться жить в постоянном веселье? Человек ведь создан для радости. Абсолютно верно. Ну, вторая, по крайней мере, часть, что человек создан для радости. Господь создал нас, чтобы поделиться с нами радостью бытия, радостью существования, потому что настолько Господь счастлив в своем троическом единстве, что Ему захотелось этой радостью с кем-то поделиться. Поделился Он с ангелами, но ангелы служебные духи, несовершенные, ну и, конечно, венец в творении человек должен быть счастлив. Счастье омрачается только грехом. Грех приносит несчастье в мир. Даже можно сказать, несчастье – это отсутствие счастья. То есть уже с грехопадением умаляется вот это божественное дарование, дарование быть счастливым. Если мы посмотрим, то слово «счастье» в Новом Завете мы не увидим, мы видим слово «блаженство», «блажение, нищие духом». Но об этом чуть позже, потому что прежде всего мы посмотрим, как человек, который был абсолютно счастлив в раю, Адам и Ева, потеряв через грехопадение чистоту души, возможность непосредственно общения с Богом, теряет и объем своего счастья, хотя Господь дает некоторые советы Адама и Евы сразу после изгнания. Трудись в поте лица, рожайте детей своих в болезнях. Кажется, чего счастливого? Нет. Это на самом деле, если бы Адам и Ева вышли, и у них бы не было этой подсказки Господа, они бы были абсолютно несчастливы, и род бы человеческий прекратился, и, увы, Адам и Ева Царствия Небесного наследовать не смогли. Но именно по Совету Божию преодолевание вот этих трудностей на пути к плодам земным, которые раньше в райском саду просто в руки падали, что вот человек преодолел, добился чего-то, как Адам потрудился и получил. Так и мы до сих пор, сыны Адама, точно так же. Мы тоже можем получить какую-то радость, веселье, счастье, когда мы потрудимся, и результат этого труда нас впечатляет. Причем как сам результат труда, так и, например, что вот мы взяли, потрудились, получили зарплату, и потом на эту зарплату купили, например, билет в театр, и тоже через это к какому-то веселью приобщились. Если мы посмотрим дальше, то потомки Адамова до Христа, ветхозаветные люди, они тоже задумывались о счастье, и человек, который от Господа получил максимальное счастье, и при этом прошел через максимальное несчастье. Праведный Иов, которому Господь дал и богатство, и семью громадную, и здоровье, и долголетие, которого сатана по попущению Божию поразил. Поразил и лишил его детей, лишил богатства, только жену оставил, которая рядом его пилила, что тоже вот такое было им, возможно, самое тяжелое испытание. Но, однако, Иов, как он говорил, проводит дни свои в счастье и мгновенно исходит в преисподнюю. Для чего нам нужен ветхозаветный опыт, прежде чем сказать немножко о евангельском понимании счастья, как быть в этом постоянном счастье, чтобы не попасть на счастье ложное. Иов говорит об этом счастье ложном. Говорит, зачем ты вот мне приводишь пример каких-то людей, которые там не прошли через несчастье. Вот они живут, они изобилуют, а потом сходят в преисподнюю. Что это счастье их призрачное, оно туманное, оно временно, оно заканчивается. Потому что новозаветное понимание – это счастье, которое не прекращается никогда. Человек начинает быть веселым, начинает быть радостным. И, несмотря на все испытания, на все скорби, на все искушения, он это счастье сохраняет. Понятное дело, оно немножко придавливается испытаниями. После, когда Господь эти испытания отнимает, человек их достойно проходит, человек, наоборот, расцветает больше, а потом человек, вот как по прямой линии проходит, попадает в Царствие Небесное, и там уже это счастье, это веселье бесконечно будет. Поэтому самый главный и важный ответ на этот вопрос, как научиться жить в постоянном веселье – это попасть в жизнь вечную. Потому что наша временная жизнь все равно – это некоторая прелюдия. Однако, поскольку мы живем на земле, без Евангелия нам не обойтись. И здесь все-таки вот заповеди блаженства. Блажение нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блажение плачущие, ибо они утешутся. И так далее. Не будем все зачитывать. Евангелие от Матфея, пятая голова должна у всех быть, конечно, на виду. Но вот последний стих из этих заповедей блаженства. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Вот это самое главное. Однако Господь не говорит, вот потом будете радоваться и веселиться на небесах. Нет, мы должны радоваться и веселиться сейчас. Поэтому человек не может быть счастлив постоянно, если заповеди блаженства, он их не знает, и это для него пустой звук. Он может действительно разбавлять горечь своего бытия, скуку или скорби, или какие-то заботы, или порывы страстей некоторым счастьем и веселем, но они будут затухать и требовать все больше и больше топлива. Если же человек помнит и ориентирует свою жизнь на заповеди блаженства, проходит с Евангелием в руках все испытания, то Господь обязательно ему счастье посылает уже здесь, и это счастье продолжается в жизни вечной. Субтитры создавал DimaTorzok